Лизоблюдом. Расстилается при женщине, а потом меняет, как говорят, перчатки. Тут одни мусульмане находятся, 95%. У каждого четыре жены. Про одного пишут 200-я свадьба, но чтобы одновременно не больше четырёх было. Одну Наташку выкидывает, другую Маньку берёт. Она страдает. Мы пришли сюда не просто так, а рассказать людям о Боге, о вечности в этой святой книге. Всё, вас покосило так. Так, спокойно, не отключайся только. В Библии написано, горе смеющимся ныне. Горе, ибо вас плачете и возрыдаете, что грядёт на землю. Я вам истину принёс, а вас сатана скрутил как сразу. Я вам показываю слово Божие, не человеческое. Ты оденься сначала, как положено-то, а потом поговорим о Боге, о душе. Где будешь ты, в раю или в аду? Ну, сама себе назначаешь. И никакого повода я им не дал смеяться. Я говорю о Боге, о вечности. У нас огромные ресурсы. Вот у меня канал, видеоканал, самый большой. Самый большой в интернете. 20 850 роликов. 46 миллионов просмотров. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Наберите. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Гляди-ка, ты испугались они, малолетки. С бородой человек, это человек, который знает, до чего он живет. Как правило. Вот эти Библии, что там? Игнатий Лапкин, это я. Добавьте. Игнатий Лапкин. Ну, давайте, сестры, постарайтесь. Ну, нашли? Всего вам. Так, вы только не курите, мы поговорим сейчас. Мы пришли сюда возвестить волю Божию. О суде Божьем, что ждет Содом и Гоморру в этой рулетке. И самая великая радость, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес. И Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать, крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Миллиарды дизлайков ему в аду. Если есть какие вопросы, можете задать. О Боге, о вечности, о душе, о будущем. О будущем? Только чтобы ни слова не... Не курите, пока разговариваем. Нам не положено разговаривать, когда люди убивают сами себя. Хорошо. Священное Писание говорит определенно и четко. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Это о будущем, на суде Божьем. А неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот почему Лермонтов на смерть Пушкина писал. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли и дела он знает наперед. И поэтому то, что сейчас делается, это садом. Он будет выжжен огнем. Здесь примерно половина мужиков голые валяются. Процентов 95 мусульмане. Самая блудливая, самая трусливая, все собралось здесь. И мы должны принести сюда свет. Мы для этого и пришли. Господь послал нас, православных людей, сказать людям, что за это ждет. Я знаю. Знаете? А вот знаете, если что делается, и можно как-то выйти из этого положения, надо трудиться. Вот в стране погибло. Погибло полностью. 31 тысяча сел. Мы получили землю, взяли и строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна деревня такая, на всю страну, где ни одного аборта, ни одного развода. Скажите, пожалуйста, что делаете в рулетке? Что делать? Что делаете в рулетке? Я что делаю? Я уже 9 месяцев нахожусь. Я же два раза вам сказал. Нас послал Господь, как врачей, к больным людям. Сказать, что ждет за это. И мы возвещаем эту истину. А вы, получается, вы свидетели Иеговы? Нет. Ну, какие ваши познания? Свидетели Иеговы разве крестятся рукой? Чего ты, мужик, совсем уже никакой? Ну, если бы так человек поднял руку, он что, фашист? То фашиста другой знак. Чего вы совсем-то дурите? С бородой разве сектанты бывают? Это эритики. Такие подкаблучники, как вы. Подкаблучники. Они без бороды. Борода – это знак твоей власти на женщина. Она тебя знает, как за скалой за тобой. Ты ее не бросишь. Чтобы борода-то не видели. А? Подождите, подождите. А вы что делаете в рулетке тут? Ты что, мужик, обкуренный совсем? Третий раз объясняю. Или после глубокого будуна вылез. Только не ругайся. Я не курю. Ну, я уже три раза объяснил вам, зачем. Люди, которые горят в огне, их вытащить попытаться. А, вы, получается, попытаетесь вытащить огня людей? Мы людям показываем, что так жить нельзя. Есть Божий суд, который спросит за это. Где все объяснено. Что так жить нельзя погано. И вот люди, которые верят в эту книгу, вот вторая, они точно так же говорят о Баде и о Брае. В другом разница, а тут одинаково. Спасибо Бога. Высуса. Вы только, я могу вас попросить, чтобы вы не ругались, ни одного слова поганого не сказали. Я верю в Бога, в Иисуса. Это правильно. Но сейчас мы разговариваем, чтобы вы не заругались. Мы не ругаемся. Так, вы верите. А вы знаете, сейчас какая неделя идет? Какая? Масленица перед Великим постом. В воскресенье будет специально такое большое богослужение, уже по чину понедельника. Начинается семь недель поста, и потом Пасха Христова. Вы, христианин, пост соблюдаете? Ну, практически да, практически. Нет, вы не соблюдаете. Это даже не видно ни по чему. Нельзя ни курить, ни пить, ни молочное, ни мясо, ни молочное. Семь недель. В понедельник, вторник люди в рот не берут ни граммы, никакой еды и ни воды. Молятся каждый день в храме. Ну, нет этого. Пишники получаются. Понимаете как? У нас написано, вот у мусульман, намаз совершает пять лет, а у христиан семь раз, и плюс утренне-вечерней молитвы, после каждого моления сто поклонов. Вы исполняете это? Нет, конечно. Поэтому вы только название имеете это. А Ян Затаус говорит, Ян Затаус говорит, люди называются христианами, это пустой звук, вводящий другим в заблуждение. Уважаемый, нам надо в церковь идти, или что вы скажете, как лучше сделать. У вас настоящие вопросы есть о спасении души? Я могу вам ответить. Да, есть. Давайте, только тихо, без ругани. Хочу узнать. Нам в церковь надо идти. Да, в церковь, в святую православную церковь. Сходить на исповедь, чтобы священник выслушал тебя, если возможно, разрешил от грехов, чтобы вы никогда к ним не возвращались, как пес на блевотину. Ну, в Бога веруют и бесы написано. Послание Якова. Бесы, демоны, черти верят и трепещут. А люди даже не трепещут. В Библии написано. В Библии написано. Я верю. Я про это говорю. Яков говорит, 2.18. И говорит, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе из дел моих, что мы делаем. Что перед Богом будет ценнее? Языком молотить или дело делать? Я верю в Бога. Молодец, что ты веришь в Бога. Ну и бесы веруют и трепещут. Скажи, зачем ты бороду бреешь? Бороду бреешь зачем под каблучник? Я не каблучник. А как же, ты без бороды? На тебя надежи никакой нет. Две мамы в одном доме поселились. А он тоже получается, да, грешник? Да, мужчина. Мужчина с бородой. Эта сцена ценит его. Она как за скалой за ним. Вы посмотрите. Я каблучник, вы правильно говорите. Посмотрите. Вы в храме. В храме зайдите. Женщины зависят. В храме зайдите. Посмотрите. Христос с бородой. Пророки апостолы с бородами. Все. Даже взять марксица. Маркс с бородой. Фридрих Энгельс. Фидель Кастро. Пуш. Этот. Достоевский. Возьми. Солженицына. Любого. Так, повторите. Он, да, вы правильно говорите. Он под каблучник. Он такой человек. Так еще, я не знаю разве. Я работаю с людьми. 58 лет уже. Он от бабы зависит. А он, получается, может быть. Хорошо. А что за него скажете? Он зависит. Видите, даже во время разговора вы без этой сосульки не можете разговаривать. Христос говорит, делающий грести – это раб греха. Если Сын Божий освободит вас, истинно свободны будете. Ну, а вот он что, не под каблучник, получается? Я вам рассказываю не только для него, а для всех. Время близко. При дверях. Обстановка будет такая, какой мы сегодня можем уже заранее плакать. Да, обстановка пока. Не продать и не купить. Все государственные границы исчезнут. Будет одно государство на всем мире. И будет один правитель. Вы откуда? Город Барнавола, тайская правда. Откуда из кухни зашел? Нет, из какого города. Не из какого, а где я нахожусь. Вопрос задавайте по-человечески. Я нахожусь в город Барнаул. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Я сам оттуда. Я практически, мы сибиряки, мы соседи. Мне 81-й год. Я с Красноярска. Ну, это подальше нас. Ну, это рядом. Практически, мы соседи. Так вот, вы в Красноярске можете зайти к моему брату. Он преподает в государственном университете, в академии. И курсы ведет в Метрополии. Соболев Юрий. Не знаю, я хожу в храм Рождества. Так, если у вас есть желание узнать больше, вы зайдите на мой канал. Самый большой в интернете. Вот с этого и надо было начинать. Самый большой. 20 тысяч 850 роликов. И просмотров 46 миллионов. Я видел. 46 миллионов просмотров. Я видел тебя. Видел. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Я же не скрываюсь. Да, ты наебываешь людей. Ну, вы только не ругайтесь, я очень прошу вас. Ну, обманываешь людей. Так, вопросов, если нет, тогда давайте расставаться. Что-то вы, я гляжу, неадекватные, как говорят. Он нам закон свой дал. Называют нас люди Писания, чтобы по нему мы и жили. Если вы мусульманин, у вас должна быть такая книга священная. Так? Нет? Так. Считай. Вы мусульманин? Да. Вы содержание этой книги знаете? Я не читал это. На арабском это. Это на русском. Перевод русский. И написано «Перевод смыслов и комментариев Кулиев Э.Р». Мусульманин перевел. Один из самых лучших переводов этой книги. Если вы знаете содержание, то пятая сура, сорок седьмой и шестьдесят шестой аят. О чем говорят? Не знаете? Я вам напомню. Знаете, есть такая книга. Она у вас в доме есть? Есть, есть. И вы можете показать? Сейчас нет. Она в шкафу. Она говорит, у бабушки за стеной. А бабушка спит. Полторы тысячи человек ответили «Есть!» и ни один показать не может. Как у нас один говорил «Брехуны все». Она есть у меня. Ну ладно, я вас спрошу. Хорошо, а вы ее считали, если она у вас есть? Кроме вашему. Мы пришли возвестить волю великого Бога. И о великой радости, что Иисус умер за грехи людей и воскрес. И дарует прощение грехов всем, кто приходит к нему. Вот с этой целью мы здесь... Я мусульман. О, что, мусульманин разве не человек? Разве ему не надо спасаться? Разве он не должен знать, что говорит ему Бог? Он должен знать? Жить для Бога? Не для женщин? Тут половина голые мужики, процентов 95, одни мусульмане. Самая блудливая, лживая, все собралось в Содом и Гаморру. Маленькие мусульманы еще вот такие вот. Аллах Акбар матерят меня, а мне 81-й год. Разве это мусульмане? Я тебя не матерюсь. Прекрасно. Я тебя не хочу объезжать. Да. Ты веришь в свое, ну, какие-то христиане. Да, христианин. Да. Ты веришь в свое, в глаза верю в свое. Да. Сейчас тебя не хочу объезжать. Ну, вы не знаете, допустим, у вас пятая сура, сура в книге вашей. 47-й и 66-й аят говорит о нас, о христианах, что Всевышний дал нам инжил, и жил, Евангелие, чтобы мы по нему жили. Я по нему и живу. Наш устав очень сложный. Говорят, а вы свинину не едите? Свинину не едите на меня? Я говорю, мы вообще мясо никакое не едим. Мы тоже свинины не едим. Никакое. Мы вообще никакого. Мы ни верблюда, ни лошадей не едим. У нас этого нету. А у нас в Коране есть. Я думаю... Ну, это ваше дело, ваша книга. По нашей книге получается, что Иисус умер и воскрес. И я ему молюсь. У вас пять раз в день намаз, а у нас девять раз. И каждый раз сто поклонов. Верующие? Молимся? Понятно. У нас... Я живу в Барнауле. Хорошее отношение с мусульманами. У нас нет вражды никакой. Мы тоже не хочем этого. Мы просто хотим мирно жить. У нас была миссионерская поездка. У меня вышло из печати 38 томов книг. Я написал, как историк. И решил подарить библиотеке мира. И мы проехали из Барнаула до Владивостока. А потом до Лиссабона. И в Баку мы ночевали в доме Мулы. Мула это у них как священник. Чего вы голодите? Да, это был наш священник. Такие джигиты все перед женщиной растелешились. Женщина это смерть. Хожий смерти. Да, это чайтан. Это у нас написано в Библии так. Я не сам говорю. А мужики без бороды, это что значит? Подкаблучник. Баба командует им. Две мамы в доме. У меня это нет бороды. А, нет, не надо. Не трогай, не задевай. Борода это крепость. Да, я сам люблю бороду. Христос с бородой был. Апостолы, пророки. Все с бородами. Фридрих Энгельс, Карл Марс, Ленин. Все с бородами были. Лев Толстой, Достоевский, Солженицын с бородами. Фидель Кастро. Наши тоже были с бородами. Ну, а что сейчас-то вы так расхлябались? Воинственный, мужественный народ. Я еще молодой, у меня не выросли бороды. А неправда? У вас уже растет борода, я по усам вижу. У меня усы есть, а у нас усы не нужные. Да, хорошо. Не нужно. А почему не нужно, когда Бог дал? Ты что за Бога решаешь? Это пророк, я сказал. У нас бороды нету, а у нас бороды есть. Пророк больше Бога не может быть. Пророк, пророк. А у нас еще не пророк? Пророк это посланник Аллаха. Нет этого, нет этого. Это обман. Иначе бы не росли. Они растут, и дальше не растут, все. Это Бог установил. Какой пророк может отменить? Что вы огородите? Это Бог сотворил так. Мы от вас отличаемся. У нас столько борода, а этого не вас... Ну да, это не надо. До вас никто не знал. Вы зайдите в храм православный. Христос с бородой. Пророки с бородами. А вы кто такие? Все пророки с бородами. Всегда я вам рассказываю. Притом в вожде атеизма. Я знаю, что ты рассказываешь. У нас здесь же молодец. Ты же молодец. Это ваше дело. Только не защищайте это. Вы можете избрить и все. Но Бог сотворил. Бог сотворил мужчину. Ему дал бороду, усы, бакенбарду. Женщины нет. Что вы за Бога решаете? Это я возьму, это уберу. Кто вы такие? Вы не со мной спорите. Вы с Богом, Всевышним спорите. Мы никому не понимаем. Я очень плохо говорил. Не очень. Ну ладно, ладно. Пока, до свидания. С Богом. Ладно, до свидания.